Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в Барт-клубе «Восток», в Барт-клубе «Парус», под крышей Барт-радио и со звуком клуба «Музыкальная среда». А мы ждали, мы ждали прекрасных зрителей, которые сегодня все задерживаются. А, конечно, такое солнце светит, что прятаться под крышу и за дверью всегда сложно. У нас сегодня что-то прекрасное. У нас сегодня неожиданная и очень ожидаемая встреча с двумя артистами. Неожиданная, потому что они собрались спустя девять лет и снова вышли на сцену вместе. Ожидаемая, потому что все ждали, когда же Сергей Нотик будет отмечать свой день рождения. А вот день рождения был позавчера, а празднуем, конечно же, с музыкой и стихами мы сегодня. Итак, на сцене Сергей Нотик и Влад Южаков. — Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад вас тут всех видеть. Знаю, что еще не все подошли, но да, кто-то там едет с дачи и говорит, ну, я на полчаса опоздаю. Ну, что уж делать, всех ждать не будем. Я хочу представить, многие тут меня знают, но я хочу представить Влада Южакова. Мы познакомились с ним в далеком 89-м, наверное, году. В 89-м году, когда он был молодой поэт, подающий надежды. — Когда мы оба были высокими, молодыми, красивыми блондинами. — Да, да. Вот. И пересекались по-разному. Влад, он вообще пишет стихи, но основной заработок все-таки — это журналистика. И именно на этой стезе, так сказать, мы и пересеклись, потому что издавалась газета, очень такая неформальная. Это была, значит, так как у нас «Пророк» называлась газета? Газета, которую мы тогда делали, ты рисовал? «Желтая папка» была. — «Желтая папка». Сокращение я вам не буду говорить, как она сокращалась, это название, но... Ну, в общем, газеты, которые издавали молодые журналисты, газеты, которые были абсолютно, так сказать, неформальные, посвященные неформальной музыке, тогда это был рок, то есть это были статьи, интервью с теми музыкантами, которые проезжали либо в Тольятти, либо мимо Тольятти, значит, их где-то отлавливали, а это была и там Агата Кристи, и Наутиус, в общем, кого там только не было, и Цой был, вот, и были газеты, посвященные юмору, и вот их делала такая небольшая группа журналистов, вот, и мы там именно и пересеклись, потому что я тоже в этом деле принимал участие с технической стороны. А потом я издавал, опять же, с технической стороны, я готовил и верстал книжки тольяттинских поэтов. Это были Алексей Алексеев, это был Слава Смирнов, который, в общем, издательскими делами с тех пор так и занимается. Вот, и в том числе это были книжки Влада Южакова. А еще Влад, он художник, он оформлял всю эту серию стихов, книжек-стихов. Ну, в общем, на этом наше общение как бы ограничивалось, за исключением совместного провождения праздников разных, Новый год, например, да, то есть иногда нам удавалось его вытащить на это дело, на наш семейный праздник. Вот, и даже как-то у нас была прекрасная Снегурочка. Вот. Ради этого он тогда даже побрился. А потом я переехал в Питер. И так случилось, что я вот, песен я не писал, ну, практически, там у меня было написано штуки 3-4 за все это время, по молодости, по глупости. Вот, я переехал в Питер, сидел тогда практически без работы, но с собой я в качестве, как это называется, портфолио, я взял с собой книжку, которую я издавал, и в том числе там была книжка Влада. И вот тогда и появились мои первые песни, и в том числе, благодаря тому, что твоя книжка тогда со мной была, в общем, так получилось, что я начал писать музыку. Есть сабгитарка? Я тут не слышу. О, как интересно. Ни как карты из колоды, полустертые, непонятные, посреди пустынь бесплотных, миражей, густые пятна. Главное не перепутать, где там туз, а где шестерка, ни как ноти лилипутов, растоптавших полную ярко, Ни как руки великанам, Что сто грамм поднять не в силах, Ни как волны океанов, Обратившихся в трясину, И смердят среди болота Острова гнилых сокровищ, Ни как карты из колодок, Жаль, что новую не вскроешь, И смердят среди болота Острова гнилых сокровищ, Ни как карты из колодок, Жаль, что новую не вскроешь. Мы решили построить так, что я спою песенку, Влад почитает мне немного стихов. Просто у меня написано, наверное, 20-25 песен на стихи Влада, А стихов-то гораздо больше. Ну, стихов там уже больше 500, Поэтому у тебя работа «Непочатый край». Значит, ну что ж, раз такое философское было начало, Мы его продолжим в текстах. Стих называется «Привычка». Мы сидели на кухне, мы что-то пили, Рассуждая о серой житейской пыли, О планиде, о том, что никто не вечен. И пока за окошком сгущался вечер, Он средь кухонной тьмы сожалел беззвучно, Что долгой зимы беспредельно скучно, Что устал, что не в силах глядеть на лица, Что уже непонятно, к чему стремиться, Что прошли времена восхищенье миром, Что хотелось вина, а сидим с кефиром, Что напрасно нам пели про честь и совесть, Что отсутствие цели давно не новость, Что неважно, с копытами или с нимбом, Потому что каким бы ты нынче ни был, Преподобным отцом или желчным троллем, В этой жизни лицо не играет роли, Потому что молва, баловство пустое, И любые слова ничего не стоят, А за деньги в святые идут бандиты. Я ему на это ответил, Иди ты, дурака не валяй, Мир устроен просто, Под ногами земля, На ладони проса, О судьбе не стенай, Не вини погоду, Посади семена, И получишь всходы. Будь собой, Не старайся казаться лучше, Не завидуй врагам, Болтунов не слушай, Не теряй направление в быте буден, Просто делай, что должен, И будь, что будет. Он кивнул благодарно, Пора прощаться, За беседу спасибо, Желаю счастья, Вы мне просто сегодня глаза открыли. С табуретки поднялся, Расправил крылья, И исчез, Только перья и пух повсюду. И тогда я подумал, Убрав посуду, Что же это за жизнь из дерьма и стали, Если даже у ангела нервы сдали. И негромко сказал, Набивая трубку, Ангеленок еще, Тонкокожий, Хрупкий, Но в итоге решил, Зажигая спичку, Приживется, Великая вещь, Привычка. Ну, еще одно-то, Такое немножко морализаторское, Конъюнктура. Тут еще подходит, Как бы, Начало под антураж. В подвальном магазине Тетя Шура За кассу встав Рассказывала мне, Такая нынче рынка конъюнктура, Что святость и порог В одной цене. На дальней полке Совесть залежалась, Нет спроса, Предложения полно. Увы, Увы, До Донца Вычерпана жалость, И нет уже доверия давно. А если завезут, Толкнут едва ли, Зато корысть берут, Как калачи. Вчера по скидкам Мудрость продавали, Но мудрость не пошла, На вкус горчит. В достатке лицемерия и лести, А искренность опять не завезли. Осталось на развес Немного чести, Который год валяется в пыли. Распроданы наивные надежды, Кому они вообще еще нужны. А вера в дефиците, Как и прежде. Но я тебе отдам За полцены. Но нет на сегодня Новых поступлений. На той неделе Заходи, милок. Зато мешками С завистью и ленью Завален склад Под самый потолок. И к ненависти Можешь приобщиться. Уходит спор Взвесить полкило. Но я ответил Доброй продавщице, Боюсь, тебе со мной Не повезло. Продуктов в магазине Много нужных, Но денег нет на роскошь. Сэ ля ви. Пожалуй, обойдусь Кусочком дружбы Из-за потевшей Рюмочкой любви. АПЛОДИСМЕНТЫ Как это было? Багровое солнце упало В леса за сырыми лугами, Пока она ловко ступала Борисом босыми ногами. За ней по железной дороге Он плелся, ворчая стеная, А нют простудите ноги, Роса на траве мединая. Смотрите, как быстро стемнело Я дальше ни шапу, ни пяди, Опять же ступня занемела А нют давайте присядем Всю ночь неудобная поза И шпалы вонючие эти Далекий гудок паровоза Его разбудил на рассвете Он с рельсов поднялся со вздохом И не было слаще мотива Чем неописуемый рокот Летящего локомотива В ушах тормоза завизжали Когда же толпа налетела Красивые ноги лежали Отдельно от прочего тела Поднялся туман над лугами И чтобы закончить скорее Усатый сержант прогнусавил Пройдемте, товарищ Каренин Ну, продолжим тогда тему Женско-мужских отношений Купидон Мальчик шутит Девчонка смеется звонко Чай за жасминовой Свечи, тирамису Наблюдая сюжет Из-за шторки тонкой Купидон ковыряет стрелой в носу Он в подробностях знает Что будет дальше Тетива в тишине запоет струной И девчонку под хор Соловьев на даче Безрассудно горячий Обдаст волной И во тьме растворится Свечная копоть И смешаются мысли Жасмин, весна И фальцетка Марины И страстный шепот И скрипучий диван И в окне луна И запомнится терпкого утра Свежесть И искусанных пальцев Соленый вкус А потом по сценарию Гул-кортежа На капоте в цветах Боковатый пупс Тетка в ЗАГСе Нестроенные крики Горько Шарм-эль-Шейх Улан-Клюзев Прибой, пески И вперед Ты опять набухался, Борька Черно-белые будни Трусы Носки Безразличие Скука И врозь, и рядом Магазин Телевизор Постель Завод Что там дальше по тексту? Ах да Помада На рубашке Разборки Скандал Развод Суд Дележка Квартиры Машины Шубы Купидон раздраженно Позвздох Немой Целит в сердце И злобно шипит Сквозь зубы Хватит ржать уже, дура Езжай домой Но советовать поздно Что делать Служба Под мальчишечки Томная Бла-бла-бла Тетива Контрабасом Поет натужно И под левую чашку Летит Стрела Ну вот Следующий текст Не сказать, что продолжение Предыдущего Но в некоторых ситуациях Так могло бы быть Гаудеамус Игитур Называется То ли муторно Стало в стороне большой То ли в стенку Уперлась больной душой То ли просто попала Под хвост вожжой Не важно Но она восклицает Пошло все на Выставляет колонки В проем окна И до дна выпивает Бокал вина Отважно А потом наливает себе еще И мечтает Как черным шурша плащом На перроне Прямым поведет плечом И в поезд А программы и планы Порвет в клочки И поправив на тонком носу очки Надевает перчатки Вуаль Чулки И пояс И садится у зеркала В неглиже С макияжем на веках С огнем в душе Только поезд Туту Укутил уже Похоже Паровозом гудит Неисправный душ На весь дом Среди ночи Поет Кейт Буш И плывет Среди выпуклых стекол Туш По коже Только хватит Сквозь слезы Шептать мольбы Все когда-то кончается Рев трубы Непокой Одиночество Злой судьбы Удары Вермут Крики соседей В отме двора Да и просто Ложиться давно пора Ей еще В универе Вести с утра Три пары Они сидели У огня в кустах Ставив лодку Они глядели Сквозь меня Доверчиво и кротко Мерцали в небе Огоньки Предвестники морозы Он обожал читать стихи Она любила прозу Он рассуждал о сентябре Укутываясь пледом Какое лето на дворе Какое бабье лето Она ему Привстав с колен Шептала безутешно О моншерилов Ельбен Конечно же Конечно Он хохотал До хорепоты Она зашлась Слезами А я глядел И с темноты Зелеными глазами В ее слезах Я был бы рад Найти Хоть каплю толку К чему весь этот Маскарад Безумие и только И что сие любовь Фигня Нелепая картина Они сидели У огня Когда я прыгнул Птину Жабье лето Ну Тогда Если уж Сезонная такая тема пошла Значит Давайте тоже Немножко этого коснемся Стихотворение называется Нелегально Ну вот и все Мы на границе лето Там дальше За нейтральной полосой Включен другой режим Тепла и света С утра туманно И свежо без пледа И лавочка Покрытая росой Для дачника Исполненного счастья Намек На окончание труда Сады тихи Природа ждет ненастья И наши загорелые запястья Смешно смотреться будут В холода Но дачник не готов К овральным сборам Ни кабачок не собран Ни томат Давайте по одной Под разговоры Пока болгарский перец С помидором Дают на сковородке Аромат А дальше будет Праздник до упаду И он воскликнет громко Ерунда В году лишь только Лето мне отрада Зачем нам осень Нам ее не надо Я запрещаю Осень навсегда И он уснет Как на носесте птица Лишь полыхнет Вечерняя заря Пока ему под пледом Сладко спится Мы нелегально Перейдем границу На земли Под контролем Сентября АПЛОДИСМЕНТЫ И тут у меня Неожиданный скачок Прямо сразу в зиму Хотя об осени Ну наверное Больше всего написано И видимо Поэтому в этот раз Меньше всего С собой На эту тему Стихов захватил Стих называется Хорошо Хорошо что бандиты В рождественский час Добры Не гоняют Очкастых сограждан По подворотням Хорошо что работа Не завтра Волхвы дары Принесли И пошли выпивать Им не грех Сегодня Хорошо бы забыть Про отчеты На пару дней Пусть увы Не до жиру Петарды и фейерверки Хорошо бы порадовать Душу Пол-литра в ней То что нужно сейчас Для бумажного человека Хорошо что в ночном Магазине Узбек саид Это значит Что быть коньяку До утра В продаже Хорошо что гетера У сквера В монто стоит Там огонь под монто Хоть и средств На гетер Не нажил Хорошо что не нужен Ни паспорт Ни кьюар-код Чтобы слово сказать А услышать Вдвойне приятно Хорошо что для пешек Назад запрещенный ход А то так бы всю жизнь И мотался Туда-обратно Хорошо услыхать В домофоне Подите вон Нет Еще не погибли Филологи в этом мире Хорошо что в пустом Холодильнике Есть лимон И найдутся на ощупь Тарелка и нож В квартире Хорошо что судьба Милосердна Не насмерть бьет Оставляя надежду Пусть даже пустые карманы Хорошо что исландцы Назвали певицу Бьерк А не так Как они величают Свои вулканы Хорошо еще то Что на теплый Только теплый Коньячный бес Уложил его спать И возникнув Из ниоткуда Проститутка с узбеком Плясали под джингл-беллс На подветверном склоне Вулкана Торвай-ёк-кюдль Ну давай Ну давай Ну вот это про больное Сейчас прочту Я думаю Эта тема Знакома очень многим И Ну сейчас поймете Называется Время Бога Кошка смотрит В кино Из окна Не хватает Попкорна Стекла В створчатых рамах Границы Её бытия Кошкин космос Что был от рождения Принят покорно Корм Вода Подоконник Лоток И Господь Это я Я её абсолют Символ вечности Альфа с омегой Неизбывный источник Уюта, еды и тепла И в кошачьих глазах Нет сильнее меня Человека Что идёт По вселенной Творя Неземные дела Жаль Что это не так Что живу От зарплаты К зарплате Временами не зная Что завтра Собрать на обед Ограниченный Жизнь у мужчины В махровом халате Не способен Спасти Этот мир От несчастья И бед Я хотел бы спросить У того Что сквозь тучи Устала Смотрит сверху На нас Так зависимых От ерунды Неужели ты тоже На небе живёшь Как попало И косарь У соседа Желаешь Занять до среды А верёвочка Вьётся Однажды порвётся Где тонко Я иду в магазин Зажимает косарь В кулаке Я давно бы Предстал перед Собственным богом Да только Кошку надо кормить И менять наполнитель В лодке На беззаботно Белом корабле С названием Советская Литва Мы вспоминали Франсуа Рабле А также Толстяка Иргентюа Пересекая в ночь Балтийский мрак Теряясь Среди сотен Новых лиц Нам улыбался Господин Ремарк Надраивая Чёрный обелиск К утару К утару Осоловевшие Весь сяма Исследуя Пролив Поды колен Мы вспоминали Старика Дюма Разустивые Рюнки На столе Продилов Бутяне Мир Продилов 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 Опять В библиотеке Нажрались Скажи, это Это из жизни? Ой, это было не в библиотеке, а в филиале одного музея, не краеведческого, слава богу, а по изучению океанологического. Карты потрясающие, действительно, такие вот атласы. Ну, про путешествия тогда, да, правда, уже такие наземные. Поезд Участковый был скучен, хоть с виду суров, но тебе-то чего не хватало, Петров? Я не буду ругаться, давай по душам, объясни мне, чем поезд тебе помешал? И подумал Петров, опуская глаза, Николаич, ну как бы тебе рассказать? Мимо нашей деревни, бог знает куда, все идут и идут, и идут поезда. Он стоял от запоя и жизни устав, и смотрел на летящий по рельсам состав, и мелькали в глазах за вагоном вагон сотни разных людей, тех, что лучше, чем он. Потому что Петров не барон и не граф, и усвоил давно, кто сильнее, тот прав, кто богаче, тот босс, кто беднее, тот раб. А поскольку он мелок, бессмыслен и слаб, то подарит душа лишь с уму до тюрьму, и вагоны, как будто шептали ему, жизнь проносится в суе, и хоть ты умри, никогда не отправишься дальше Твери. И пока он мечтает в сельмаге украсть, пусть не весь алкоголь, но хотя б его часть, по железной дороге бегут поезда, и счастливцев везут неизвестно куда. И когда замутило от радостных лиц, уносящихся к блеску шикарных столиц, по сияющим далям большого пути, он початой бутылкой в вагон запустил. Участковый добавил два сахара в чай, что тебя побудило, давай, отвечай, что, играем в молчанку, устроил кино, но Петров отвернулся, взглянув за окно, там уже вечерело, июльский закат, неуемное пламя разжег в облаках, ветви старых ракит отражались в реке, и невидимый поезд стучал вдалеке. Белая ночь Мается всхрапами верхняя полка, спят скорлупа, спят куриные кости, чай в подстаканнике тренькает ложкой. Я же сижу у окошка бестолка, в роли полночного странного гостя, впрочем, доедем, осталось немножко. Слышится запах железа и сажи, за занавесками вереск и клевер, в поле сплетаются тонким узором, но неминуема смена пейзажа. Поезд все дальше уходит на север, к темным болотам и светлым озерам. Белые ночи описывать тщетно, тут не годится эпитет случайный, помнишь, гуляли под небом лиловым? Ночь пролетела тогда незаметно, в день перейдя, суетливый, прощальный, зря ты в мое не поверила слово. Снова сосед захрапел не на шутку, явно не ведает вкуса бессонниц. Думаю, выспится только к обеду, выйдет из поезда, сядет в маршрутку и по домам поднимается солнце. Жди меня, милая, скоро приеду. Вот те первые песни, их там больше было. Они были написаны как раз из тех сборничков, которые мы издавали в городе Тольятти. Два сборника тогда было. Один это звезда экрана, да? Второй... Бутылка портвейна. Бутылка портвейна, да. А потом внезапно Влад переехал в Питер. Так получилось. Вначале я переехал в Питер, ну вот еще как бы... А потом и Влад подтянулся как-то так. Нет, сначала ты внезапно переехал в Питер, а потом я внезапно переехал в Питер. Вот. И, соответственно, дальше в сборнике я его уже... Ну, я же уехал, с одной стороны, я в сборнике перестал его издавать. С другой стороны, он приехал. Вот. И я стал читать те стихи, которые он публиковал еще, по-моему, в ЖЖ начинал. Ой, ну, в общем, давно это было, да. Да. И вот оттуда уже пошли следующие песни, наверное, после длительного перерыва. Я увидел это стихотворение и сразу же оно написалось. На промозглый бессветный январь, Беспричинно не сетуй. Выбор сделан давно, ни к чему равновесие рушит. По пустынной шпалерной, по зенкам гоняет газету. И вокруг, как всегда, никого, даже местных старушек. Он приходит по пятницам, словно бульварная пресса, Развлекаясь стандартным набором статей и заметок. Про работу, про водку, про секс, Про подверженность стрессам. И, конечно, про то, как он дерзок, Затейлив и меток. Ты его выходные прочтешь За страницей страницам. Начиная с последней, Где шутки, кроссворцы, погода. И до первой, где в тексте под рубрикой Может жениться. Объективный анализ причин, Почему не охота. И с утра в понедельник присев На холодной постели Ты утешишься тем, Что усталый, помятый, нервный. Он появится снова в конце Наступившей недели. Стылый ветер его, как всегда, Пронесет по шпалерной. Нашел про осень сразу три, И все три оптимистические. Значит, ну, в пику вот этому, Только что пропетому, пропетой песни. Так, ну, значит, Давайте начнем. С чего-нибудь начнем. Богатство выбора тебя погибает. А, не говори, да. Гвоздика и корица. Вино, лимон, гвоздика и корица. Душистый перец И обычный черный. Все этой смеси надо повариться И, будучи проглоченной, Печенок достигнуть. И, прогревший всякий орган, Родить тепло и дух в озябшем теле. Чтоб с ощущением тихого восторга Мы дальше не пошли, а полетели. По мостовым средневековых улиц. Не торопись, поближе подойди-ка, Чтоб наши губы в поцелуй сомкнулись. Чудесный вкус корица и гвоздика. Прогулки в октябре. Прогулки в октябре – святое дело. Пойдем гулять под дождь по листьям алым. Нам питерская слякоть будет впору. Пешком по центру описав петлю, Я у семи мостов прилежно вдену Стальную нитку крюкового канала В ушко иглы Никольского собора И вышью в небе. Я тебя люблю. Аэропорт Пятнами света на взлетке блестит бетон Умерло лето, о нем погрустим Потом слякоть и ветер в припухших глазах Печаль Штамп на билете, не вздумай сказать прощай Мокрыми хлопьями падает снег на плащ Осень не значит, что нас больше нет Не плачь Это не самая главная боль Дожди Я обязательно буду с тобой Дождись АПЛОДИСМЕНТЫ Что мне всегда нравилось во Владе Особенно, вот почему мы его любили приглашать в компании На разные праздники Просто посидеть и прочее Это, конечно, замечательное чувство юмора Он, наверное, с годами Он его слегка подвезносил Но, тем не менее, оно осталось И в стихах оно тоже есть И, конечно, когда я вот это стихотворение прочитал У меня сразу так включилось То есть я вот То есть я услышал его, конечно, не своим, так сказать, не своим голосом То есть это стихотворение, конечно, должен был петь Вертинский Временами так хочется слыть Не в пример образованным И тогда я берусь за такой вот, как этот Размер стиха Длинноватый Невнятный Помятый, неровный Изорванный Типа умная мысль Не должна быть на вид И на слух Легко Временами Прям жут Стремление Поднять Свою Значимость И тогда я вставляю В строку Априори Отнемся Извне Чтобы понял читатель Что было судьбою Назначено Быть воистину Мудрым Платону Монтеню Ашо И мне Временами до зуда мечтаешь Пуститься в пророчество Говорить непростыми словами И странных желать вещей Но потом отпускает И в жизни по-прежнему хочется Костромского портвейна Бухгалтера Шузина И диск Ну вот там кислые щи промелькнули Я решил немножко гастрономическую тему Упомянуть Сам я готовлю неплохо Но есть какая-то такая Ну как бы вообще принято Что женщины Как минимум чаще мужчин готовят Но как правило и лучше Опыту больше Да Ну вот Есть на эту тему Несколько текстов Значит вот так Не стесняйтесь Не стесняйтесь Я люблю гастрономическую Путь к сердцу мужчины Ну понятно Он дверь открыл Она вошла с трудом Две сумки Затащив к нему в квартиру И запахи укропа и зефира Заполонили холостяцкий дом Она, поставив сумки у стола Поправила кулон на пышном теле Вы мне писали, что меня хотели Имею вам сказать, что я пришла Семен Ильич Не евшийся вчера Смотрел, как кухня превращалась в сказку Зеленый борщ с яйцом Форшмак Колбаска И острая из синеньких икра На сковородке жарились бычки Графин потел от охлажденной водки Осилив на мгновение спазмы в глотке Семен Ильич в сердцах сломал очки Ты мой кумир Люблю тебя одну От жарких ароматов из окошка На улице с ума сходили кошки И дюк украдкой сгладывал слюну Ну вот, немножко противоположное Суп из чайки В эфире передача Синдром домохозяйки Вчера мы вам открыли секрет мацы на сале А нынче приготовим Шикарный суп из чайки Рецепт запомнить просто Но лучше б записали Наш суп достоин слога Шекспира и Гомера Но мы к нему не можем Остаться равнодушным Приносим с пляжа чайку Некрупного размера Ощипываем перья Опаливаем тушку Покуда люд домашний уехал на работу Не забываем окна открыть по всей квартире Потом бросаем птицу В клокочущую воду Огонь на единицу Варить часа четыре Роскошный суп из чайки Еще не доварился А дух такой суровый Что свалит и корову Но мясо стало мягким Бросаем горстку риса Немного соли с перцем Укроп и лист лавровый О, этот суп чудесный Не терпит лжи и фальши Он любит сильных, смелых Выносливых и стойких Достанем труп из супа И выбросим подальше Он нам уже не нужен Пускай лежит в помойке Когда сосед за дверью Начнет кричать сердито И обещать немедля Наслать на вас проказу Оставшуюся жидкость Процедим через сито И неотложно выльем В пучину унитаза Закончив процедуры Снимаем респиратор И выпиваем залпом Перцовки полстакана Пусть блюдо не оценит Элитный ресторатор Зато уйдут из дома Клопы и тараканы Ну вот и все Сожгите поваренные книжки Теперь вы научились Готовить что угодно Да, выбросьте на свалку Кастрюлю вместе с крышкой Кастрюля после чайки В хозяйстве непригодна Ну и добьем гастрономическую тему Рыбный день За рыбу взяться У колодца больно Тряся рукой И выражаясь крепко Из пальцев тушку Выпустить невольно Найти ее потом Под твуреткой Вооружившись острым инструментом Вскрыть брюхо Сунуть пальцы в рыбьи недра Достать кишок Невъятные фрагменты Плиту и мойку Перепачкать щедро Припомнив, что обычно рыбу чистят Скрести ее Свирепо, вдохновенно И разукрасить чешуей лучистой Пол, потолок, окно, шкафы и стены Отбиться от безумствующей кошки Чтоб самолично рыбу докалечить Открыть пакет с мукой Насыпать в плошку Чихнуть Припудрив щеки, нос и плечи Труп расчленить На сковородку кинуть И безвозвратно сжечь На масле постном Сесть на диван И ждать со смены инну Чешуйки доставая Из-под носа Однушка в копчине Отжатые уныли На пару дней уже прошедших И подушка на постели И плащ на ней Неслышный шелест за окном Березы желтые, полет листы И белый дым в сентябрьском поле Подожженной сырой травы И водолазка перепачканная Вишней еще вчера И нежелание, пускай все с руки вышли Сказать пора И запах перцев с помидорами тушеных И кабачков И взгляды полные вопросов нерешенных И с под очков И позвонить в такси Чтоб через стих на ложку И на просвет И срочно вспомнить, что забыла вымыть ложку Неяркий свет И ручи сзади И земное притяженье И, глядь, волос Бога ради И умом непостиженье Как это брось Ну, лирика так лирика Эпиграф Всем известный Ветер ли старое имя развеял Нет мне дороги В мой брошенный край Робин Дранат Тагор Стих называется «Кресло» Он за окном увидел осень И, встав из офисного кресла Вдруг захотел не помнить вовсе Про интересы Больших чинов в структурах власти Про политические шашни А как тогда, в десятом классе Пройти по пашне Там, где полей пейзаж тоскливый И транспарант натянут красный Она была такой счастливой Такой прекрасной В короткой курточке зеленой В платке В резиновых сапожках Он взял из рук ее влюбленно Ведро с картошкой Закапал дождь Конец работы Хлеб с колбасой Китайский термос И карус, и почти бесплотный Наивный эрос Он занял ей в салоне место Она присела, сделав милость И мир был, как в кино, известным Вам и не снилось Автобус ехал по проселкам Смотрели в окна Пели хором Разноголосым и веселым Слова Тагора Кассетник парус Смех девчонки Конфеты с запахом ванили Туда б сейчас А офис к черту Но позвонили Напомнишь, что в 16.20 Эфир, скандал и встреча с прессой И он, куда ж ему деваться Вернулся в кресло Ну, если немножко так вот В прошедшие времена Такой еще стих Прошлая эра Был у экрана поздний вечер И я забылся сном И мне приснилась Надя Каманечи На гимнастическом бревне Она взлетала словно птица И все ей было нипочем И шар земной под ней крутился И била жизнь вокруг ключом Колхозы взращивали свинок Шел ячменя, успешный сев Сгнивал коварный общий рынок Не то, что наши страны сев И самоцвета рвали струны И пели песни до зари И Леонид Ильич с трибуны Невнятно что-то говорил О достижениях науки О молоке и чугуне Но Надя вдруг сказала Суки И стало грустно мне во сне Мелькали кадрами химеры Как черно-белое кино Мы были все из прошлой эры И я, и Надя, и бревно Ну тогда еще дальше Это вот из раннего Южакова Но при этом очень такая питерская вещь Такое ощущение, что он знал Еще тогда Еще тогда Что переедет в Питер Тоже как бы Подвертинского Хотя, когда я всегда Слушаю себя там Когда там запись Как прочее Мне почему-то все равно Не вертинский, а вульф В голову приходит Как-то у меня не выходит Картавый свет Ах, как быстро закончилось лето В маринке сегодня балет Не завидуй моим эпалетам Ты вульгарен и без эпалет Помнишь летом в Апсовском поместье Мановеньем легкой руки Ты писал безобразные песни И такие же точно стихи Помнишь, как-то затеяв романчик С перезрелой дубнушкой зизи Ты следил, как китайский балванчик Угоризненно пальцем гагодил Что ж ты, милый, составился ныне Отчего эта мелкая грусть? Уж дрова затрещали в камине Согревая усталую грусть Ты похож на соседскую суку У которых не обещанят Погонишь неуместную скуку Хочешь водки? Их есть у меня Дворник взялся за кучу листвы Наблюдая, как крейсер «Аврора» Рассекает порвать Наблюдая, не вы Ну, такими для меня абсолютно петербургскими Девочка в черном Я сижу у канала Только каста сегодня закрыта На переучет Люди стали прозрачны К ним прежнего нет интереса Их запросы простые Путь недолг, судьба нелегка Ни досып, ни сварение Тромбы, зубные протезы Телефоны, дисконтные карты В пустых кошельках Чтобы видеть сквозь плоть Нет нужды становиться ученым Прикасаться к бесплотному Вот чему надо учить И опять из толпы Появляется девочка в черном И садится поближе ко мне И, как прежде, молчит Этот демон-хранитель Повсюду со мной, как проклятие Вопросительно смотрит И острым поводит плечом Этот строгий фасон Эти тонкие ноги под платьем Этот белый С затейливым кружевом Воротничок Что-то школьное Что-то из сонного Пыльного детства Силюсь важное вспомнить Но помню все время не то Холодает И надо бы ей потеплее одеться Только вряд ли у призраков В моде мужские пальто Фонари зажигают И время подумать о теле Дома кончился чай На исходе запас папирос Пять минут посидим И вернемся к мирской конители Ну, ответь мне, когда? Задаю свой привычный вопрос Но она, как обычно Ни слова про дату финала В небе пестрая каша Из блещущих звезд и планет Мы сидим на граните Мы смотрим на воду канала В нем качается город Но нас в отражении нет Внутренняя судьба Мы жили у семи мостов На улице Садовой И в нашей комнате простой Обставленной Кондовой Но мило мебелью Горел весь день ночник старинный И детский голос во дворе Истошно звал Кристина, ты выйдешь И кленовый лист На подоконник ловко Ложился под печужий свист И курица в духовке Чадила душно От того, что нами позабыто А мы, не помня ничего Ни общества, ни быта День напролет В руке рука Держались друг за друга Не видя в свете ночника Ни севера, ни юга Мы жили внутренней судьбой От посторонних в тайне Лишь я и ты Лишь мы с тобой И капель звук хрустальный Опять их музыка слышна Мелодия не смолкла Я снова сяду у окна Чтоб наблюдать сквозь стекла Пары осенней благодать В ее исконном виде И терпеливо стану ждать Когда Кристина выйдет Готовишься к раю На ходе с собой и мей Джон Бим, Харли Дэвидсон Дюрекс, но все же поэль Во всяком дыме Есть тайна Стучащий зверь Змей И тот, кто однажды Ухажет тебе на дверь Готовишься вечно Дымиться в огне печи Готовься, но помни Лелея свою печаль Во всяком аду Есть подсобка Пусть шлат ключи Ночные беседы И с сахаром черный чай Готовишься к раю На ходе с собой и мей Джон Бим, Харли Дэвидсон Дюрекс, но все же поэль Во всяком дыме Есть тайна Стучащий зверь И тот, кто однажды Ухажет тебе на дверь Дюрекс, но все же поэль Дюрекс, но все же поэль Друзья, значит, вот там вот лежат книжки Я понимаю, что сейчас время такое Что в принципе все это можно найти в интернете Просто зайти там на стихи ру Но покупая книжку, вы не только Как бы утяжеляете себе книжные полки Но и Вносите Свою частицу Как бы благодарности Поэту Там же лежат Диесте Они правда на флешках Дисками их назвать уже сложно Вот, на флешках Вот Там вот 15 песен Которые в том числе Прозвучали И прозвучат еще В сегодняшнем концерте Вот Можно взять Вот эти флешки А можно Там есть В общем, можно просто Как бы Чтобы скачать Там написано И вот если что объяснят Вот Или ко мне подойдете Вот Антракт, дорогие друзья И мы продолжим Скоро Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok